На портал Экзегет поступают вопросы. Один из них звучит следующим образом. Что делать человеку, который не может следить за своими помыслами? Помыслы бывают разные. Есть помысл мимолетный, так называемый прилог. Есть помыслы, с которыми мы начинаем сочетаться, это уже греховное состояние. И есть помыслы, как страсть, то есть усвоенное человеком то состояние, никогда он уже без этих помыслов жить не может, накручивая себя или придавая себе какую-либо значимость, что я такой, сякой и так далее. И вот это состояние трёх этих помыслов, естественно, первый прилог не является греховным, два остальных являются, в общем-то, греховными помыслами. Лучшее средство от помыслов – это молитва. Молитва, которую вы будете творить в своём уме. Это очень важное состояние, потому что именно ум заражается разными нашими помыслами, скажем так, наваждениями и так далее. Молитва может быть любая. Может быть Иисусова молитва. «Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Может быть, просто молитва «Господи, помилуй». Может быть, молитва ко Престой Богородице, к Ангелу-Хранителю, к Святому. Кратенькая, небольшая молитва любую, какую вы привыкнете творить, занимать ваш помысл именно творением молитвы. Второй совет, который был бы неплохо, чтобы ваши помыслы были в норме, необходимо читать Священное Писание. Но не просто читать Священное Писание, а размышлять и пытаться притворить его в жизнь. Вы ежедневно открываете Священное Писание Нового Завета, прочитываете главу из Евангелия, две главы из Апостола, можете читать и Священное Писание Ветхого Завета. Желательно с текстовым делителем или с ручкой, чтобы подчёркивать или выписывать то, то, что вам больше всего в прочитанной главе понравилось, и на чём бы вы могли сосредоточить своё внимание. Внимание в этот день, когда вы будете ходить, что-либо делать, прокручивая в уме этот стих из Священного Писания. Причём вот этот отрывок из Священного Писания, как говорят, он должен быть на один взгляд. То есть, один-два стиха, в общем-то, не больше, надо пытаться увидеть, можно даже запомнить, постараться выучить. И как только вы свой ум окунёте в молитву и в богомыслие, помыслы сразу от вас отойдут. Они как бы усилят сначала свои действия, вам будет казаться, что вы будете проигрывать в этой битве с помыслами, с лукавом. Но именно такая тренировка обязательно освободит вас от всех ваших дурных помыслов, которые вам не нужны. Старайтесь, воспитывайте себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok